Любименький привет! Поотвечаю сегодня на ваши комментарии к моим постам, к моим видео на ютубе. Думал несколько штук выбрать, а тут их очень много, о которых хотелось бы поговорить, поэтому поговорим кратко. Времени немного, максимум полчаса. Но, наверное, этот формат нужно сделать регулярным, читая ваши комментарии и давая ответы. Не успеваю отвечать каждому, очень много комментариев, хотя стараюсь прочитывать все. Ну, давайте я скриншотов понаделал, начнем. Отвечаю на комментарии к двум постам, к двум видео. Видео про медитацию, там пару забавных комментариев. Оно только сегодня вышло, несколько часов назад, поэтому там всего парочка будет комментариев. И к видео про параллельные реальности. Отдельно, наверное, стоит записать видео по комментариям про объективную реальность. И вообще, делать это регулярно, читать комментарии и записывать свои видео-ответы. Надо называть как-то эту рубрику, чтобы было понятно, что отвечаю на комментарии. Еще один момент. Конечно, я в этом видео не отвечаю на благодарственные комментарии. Всем огромное спасибо. Благодарны за ваши добрые слова, за то, что делитесь любовью. Конечно, это очень приятно. Ну, представь, ты выступаешь где-нибудь, и сотни человек подходят и благодарят, и говорят, как это было круто, какой ты классный, какой ты офигенный. И ты такой стоишь и такой, да, мне приятно. Это очень приятно. Правда, спасибо большое за доброту, за любовь, за то, что не поленились, написали свои добрые слова. Это очень приятно. Иногда, когда бывает грустно, хотя это бывает не так часто, открываешь, комментарий прочитал, такой думаешь, вау, приятно, здорово. Но есть комментарии, которые или с вопросом, или зацепили. Я прямо укажу, какие зацепили. И это здорово, когда что-то цепляет за живое. Такое, о, прикольно. Можно в это посмотреть. Итак. Знаешь, Владимир, я тоже так думаю и согласна с каждым вашим словом, сказанным в этом видео. Но меня мучает один вопрос. Возможно ли перейти в другую реальность? Как так, наверное? Так как я постоянно думаю об этом, и возможно ли? Если есть такие люди, у кого получилось, отзовитесь. Мы эту тему будем разбирать более глубоко, постепенно, основательно. Мы постоянно переходим по параллельным реальностям, оказываемся в мирах, которые очень похожи на наш. Особенно это происходит, когда сталкиваемся близко со смертью. Когда смерть подходит, и, казалось бы, вот он, последние секунды жизни. В следующий миг ты оказываешься в параллельной реальности. Спасибо, красивая ночная улица. Я живу в своей реальности, которую я выбрал, и параллельно другие реальности мои, разные. Может, моя реальность сейчас – это лучший вариант на данный момент? Но как улучшить свою реальность и не ухудшить ее? Моя реальность сегодняшняя – это самый лучший вариант. Из всех возможных вариантов для того, чтобы понять себя, познать Бога, прочувствовать – это лучший вариант. Ты думаешь, ну нет, если бы я был с деньгами или здоровый, вот это был бы лучший вариант. Для Бога нет проблемы, что ты болеешь. Проблема только для тебя. Для Бога нет проблемы, что у тебя нет денег. Бог пришел поиграть в человека, у которого не оплачены счета, который в стесненных обстоятельствах, он в это же время играет в твоей же жизни, в твоей душе, где у тебя есть деньги. Но здесь у тебя денег нет. Зачем тебе это состояние? Почему ты ищешь счастье через отсутствие денег? Не потому ли, что ты искал счастье, когда у тебя много денег, но счастья не нашел? Искал счастье в страданиях и там не нашел? Создал себе вот такую историю с такими людьми близкими, с такими реальностями. Здесь ищешь счастье, проживая эту жизнь. Жить жизнь, эту жизнь свою. У многих есть ощущение, что это мой крест, придется его нести до самой смерти. Нет. В том-то и фишка, что ты сам решаешь, какой крест ты несешь. Это твой крест или это твой рай? Здесь, на земле, твой рай. Среди этих замечательных людей у вас такая ролевая игра. Роли друг другу раздали, и в эти игры играете. Счастье намного ближе, чем мы думаем. Можно ли что-то поломать? Нет. Поломать ничего нельзя. Можешь нажимать на все кнопки, ничего не сломаешь. Пробуй, играй. Наслаждайся. Ну, наконец-то и вы проснулись. Мы в матрице, и существует бесконечное число реальности. Ну, спасибо. Наконец-то я тоже проснулся. Хотел написать гадость про Россию, но передумал. Время рассудит, а тема норм. Хотелось написать, напиши. Если хочется написать. Я люблю Россию. Это моя родина, моя страна. Я счастлив жить в России. Я объективно смотрю на этот мир. Стараюсь. Ну, конечно, субъективно смотрю, но стараюсь видеть больше. Я понимаю, что все происходит так, как должно происходить. Я в самом замечательном времени, в самой замечательной жизни, в самом замечательном городе, в проявленности, в самой замечательной стране. Мы, люди, рисуем границы, отвоевываем свое право, чтобы нас заметили. Я не про Россию и не про войну. Я про человека, про тебя, про меня. Отвоевываем внимание людей. Обратите на меня внимание, посмотрите. Но замечаем только, как происходит что-то внешнее. А все ответы внутри тебя. Что для тебя счастье? Кто ты? Ответы все там, внутри, не снаружи. Не снаружи. Так. Владимир, вы для меня стали каким-то родным человеком. Странно. Может, в параллельной реальности вы моя мужская версия? По скриптуму. В Тбилиси тоже всегда благоухание, акации. А шелковец меня тоже преследует с детства. Мой дед погиб в Керчи. Вот так. Как тебе идея, что мы встречаем в этой жизни только своих? Тех, с кем прожили множество жизней подряд. Множество жизней. В какой-то жизни это твоя мама, в прошлой жизни это, возможно, была твоя дочь или твой сын, или твой муж. твой сосед, который, казалось бы, просто с тобой здоровается, настолько знаком, настолько родной, настолько близкий человек для тебя, и ты даже не замечаешь. Есть очень много разных гипотез, и даже у меня. Истина, она не единична. Одна истина. Вот она вот такая. Она выглядит вот так. В мире Бога истина — это книга из огромного количества страниц, в которой есть место для всего. Есть место для психологии, есть место для волшебства, есть место для кармы, есть место для закона, для суда, есть место для огромного количества проявленности для инопланетян, для рая, для ада, для веры. Для 3D, 5D, для телепортации, для огромного количества вещей. И это все не имеет смысла, потому что это все иллюзия. И это все имеет самый глобальный смысл. В мире есть очень много всего. И по одной из версий, есть очень много жизней, которые мы прожили здесь на земле. И проживаем снова, и снова, и снова, и снова. И встречаем здесь на земле людей, которые вдруг оказываются для нас очень близкими. Ты приходишь в новый коллектив, большое количество людей, ты на всех смотришь, но вдруг один человек для тебя подсвечивается таким ощущением. О, он какой-то непростой. Этот человек для меня очень близкий. Вы не знакомы, у вас нет никаких линий пересечения, никаких знакомых общих. Но почему-то один человек из толпы выделяется и стоит твоим близким на долгие годы. Каким-то образом для тебя что-то подсвечивает. Вы знакомы, знакомы много-много лет. Это птица маленькая сова, называется сплюшка. У нас в Ростовской области тоже поет ночью. Я, честно говоря, так и думал, что это маленькая сова. У нас она называется не сплюшка, я вот вылетел из головы, как она называется. Ну, такая маленькая, красивенькая. У меня есть даже фотография ее, я ее фотографировал. Прямо напротив балкона сидела. Спасибо, что поделились. Доброго времени, Владимир. Мне очень надо с вами пообщаться. Захотите ли вы мне уделить время? Мне 67 лет. Но мне надо непубличное общение. Для меня это очень важно. Как с вами связаться? Глубочайшим уважением. И, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Здесь в Ютубе не написано. Аватарки у вас нет. Нет, желания не возникнет. Со мной пообщаться не надо. В сутках 24 часа. И время я лучше уделю кому-то очень близкому, родному, дорогому, чем зрителям моего Ютуб-канала для личных встреч. Время самый ценный ресурс. И как бы вы не хотели, но общаться публично вы не хотите, я провожу эфиры регулярно, каждую воскресенье на протяжении двух лет. Ну, чуть больше, чем полтора года я провожу прямые эфиры по воскресеньям. Любой может прийти и со мной пообщаться. Вы можете задать мне вопрос в комментариях, я на него отвечу. Вы можете прийти в телеграм-канал и там со мной пообщаться. Я отвечаю на комментарии достаточно открыто. Но личные встречи я не провожу со зрителями Ютуба. Индивидуальные я имею в виду. Публичные, да, бывают. Мы встречаемся в Москве, в Керчи, в других городах. Но вот так вот для вас поработать, пообщаться, нет, не надо. Искать контактов бесполезно, не нужно. Так, Же видео записал 4 месяца назад. Ну, наверное, какая-то очепятка. Написал тут об этом без скорости и желания поделиться. И ссылку на видео дал. И опа, удалили. Ха-ха, комментарии удалили. Дорогой, я не знаю, кто ты, потому что под никнеймами всякими. MyLight, WhyLight. Я не удаляю комментарии. Даже от хейтеров какие-то плохие комментарии не удаляю. Ютуб настолько заботится об авторах, что, во-первых, удаляет все ссылки автоматически, которые автоматически удаляют сразу комментарии с ссылками. Во-вторых, удаляет комментарии от явных хейтеров, которые прям грубят, хамят. Дело в том, что если кто-то в Ютубе пометил это как спам или как хейт, как грубость, то Ютуб автоматически отправляет эти комментарии под фильтр. И авторы даже не видят этих комментариев. Они где-то есть в настройках Ютуба, в скрытых комментариях. Их можно открыть, посмотреть. Но я этого не делаю. Я туда не хожу. А ссылками все комментарии автоматически удаляются Ютубом под фильтр. Я их тоже не вижу. Поэтому ваш комментарий удалили просто так, потому что вы разместили ссылку. Дальше. Как ни крути, а есть только одна реальность. Это здесь и сейчас. И нет больше никаких реальностей. А выдумывать, что есть другая реальность в здесь и сейчас, это абсурд. Потому что выбор другой реальности, это не другая и не параллельная, а будущая реальность, которая не наступила еще, но ты ее творишь. Это ошибка, что есть в здесь и сейчас другая параллельная реальность. Я имею в 3D. Один мир для всех. Ну, согласен с вашим мнением, что вы можете так думать. Я отчасти тоже так думаю, но я вижу, что у Бога все немножко шире и больше. Хотя и в вашем комментарии мы говорим об одном и том же. Несмотря на то, что я рассказываю про параллельные реальности. Дальше. А у меня еще в голове крутится, что если мы хотим принять какое-то решение, и мы думаем, а что если я сделаю вот так, и появляется воображаемая картинка, а что если вот так, другая картинка и так далее. Раз я видел это в своем воображении, значит это уже есть. Может я эти кадры с параллельных веток подглядываю. Мне кажется, в этом явно что-то есть. Да, это так. Чаще всего, когда ты что-то себе разрешаешь и что-то увидел, то чаще всего ты считываешь информацию с твоих параллельных веток реальности. Кто-то так живет, как ты себе разрешаешь. Владимир, спасибо за технику. Скажи, пожалуйста, то, что придумываешь в том мире, материализуется в этом вопрос? Или только в том мире и остается существовать? А какая разница? Какая разница, в каком мире ты что себе материализуешь, создаешь, воображаешь? Понимаешь, тот мир главнее этого. Этот мир — это тень того мира настоящего. Этот мир — иллюзия, иллюстрация. Это эскиз. Это не главный мир. Есть главный мир. Если ты научился, научилась создавать в том мире силой своего воображения, то в этом мире ты увидишь ту же практику. Ты начнешь здесь также создавать воображая. Мир кажется настоящим, но он настолько гибкий, этот мир, наш мир. Он как пластилин. Здесь все кажется обычным, случайным, настоящим. Но все создается в твоем воображении, так же, как и в том. Там у тебя нет преграды ожидания, там нет важности. Тоже мир волшебства. Там я могу делать все, что угодно. А здесь, в этом мире, здесь речь идет про видео, про медитацию, про то, как оказаться в потоке, как войти через портал своего духа, войти в вечность. Я рассказал об этом. Кто имеет уши, услышал. Кто не готов к этой информации, будет готов попозже. И вот, спрашивает. В ютубе не показывает никнейм. По-моему, это Надежда. Не помню. В комментариях, в телеграм тоже написал этот комментарий, поэтому я помню, кто это писал. Продолжай фантазировать, воображать. Научишься там это делать легко. Будешь это делать легко и здесь. В каждом своем дне. Я видела, как вы, Владимир, вошли в поток, да не тот, в предыдущем видео, всего за секунду. Я не знаю, про что вы говорите. Сканировал, сделал скан вашего комментария. Я не понимаю, про что вы говорите. В поток, да не тот. Что-то там вы где-то увидели, что-то поняли. Я не понимаю, про что вы говорите. Дальше. Владимир, благодарю за это, да и за все твои видео. Я практиковала медитацию исцеления, мне очень понравилось. Но я почти всегда засыпала. Надо ли противостоять этому? Может, я еще не достигла того состояния, чтобы войти в свет? Я считаю, что каждый раз, когда появляется сопротивление, когда появляются какие-то ограничения, нельзя засыпать, нельзя вот это, нельзя вот то-то. Шлите всех в лес. Хочу – засыпаю, не хочу – не засыпаю. Засыпайте, сколько вам влезет, сколько удобно. Придет момент, когда уже выспитесь и будете не засыпать. Если засыпаете, я считаю, что слаще сна, наверное, нет ничего. Поспать – это очень классно. А если медитация расслабляет, и ты засыпаешь, ну здорово, поспи. Все хорошо. Я не вижу в этом проблемы, засыпать или не засыпать. Так, дальше. О, комментарий он меня не зацепил, но мне захотелось на него ответить и пояснить, как это здорово, когда пишут такие комментарии. Володя, зачем ты обманываешь людей? То, что ты даешь, ничего не работает. Ты дурак и обманщик. Дурак и обманщик. Ну, во-первых, благодарю искренне от всего сердца за такие комментарии, потому что люди, которые осмеливаются писать гадости, они высказывают мнение не только свое, но и ряда других людей, которые не высказывают. Но они же тоже есть. И они создают определенную энергию в общем нашем поле. Они думают иначе, но молчат. А замечательный человек, который, конечно же, скрывается под каким-то аватаркой без фотографии, ну, так всегда бывает, он пишет то, что думает. Если меня это цепляет, то я на самом деле так думаю, что я дурак и обманываю людей. И он задает мне вопрос, а зачем ты это делаешь? Я рад, что на сегодняшний день меня это не цепляет. Но задает вопрос, зачем ты это делаешь? Классный вопрос. Зачем я записываю свои видео? Ну, во-первых, я как бывший заика очень люблю поговорить. Мне когда-то моя семья говорит, да уже заведи ты блог свой и начни там рассказывать. Потому что я очень много разговаривал. Моя работа последние 20 лет связана с тем, что я разговариваю. Я обучаю своих сотрудников. Я придумываю, я провожу встречи, встречаюсь с людьми, общаюсь, общаюсь, общаюсь. И бывает так, еще раньше по телефону очень много разговаривал. И бывает так, что я разговариваю по 8 часов в день. И если я не разговариваю, мне нужно выговориться. Я включаю камеру, записываю видео, общаюсь с вами, рассказываю, провожу прямые эфиры. Мне нравится разговаривать. Это как слепой, который начал видеть, и он любит смотреть. Он не может насмотреться на мир, на море, на небо, на звезды, на собак, на кошек, на все вокруг. Так я не могу наговориться. Мне очень нравится разговаривать. Есть такая классная возможность в современном мире, где мы включаем камеру и разговариваем, общаемся с людьми. Кому-то это интересно. Это во-первых. Во-вторых, когда я разговариваю, когда я записываю видео и делюсь своими ощущениями, и стараюсь искренне об этом говорить, я начинаю сам себя слышать. То есть учил, 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 что аж сам понял. Я рассказываю людям и сам начинаю это понимать. Мне это нравится. Слышать себя, понимать, потому что в моей жизни эта игра, она самая увлекательная и самая интересная. Дальше. Зачем? Зачем я записываю свои видео? Ну, мне нравится, что меня хвалят. Мне нравится, что говорят, Володь, ты такой классный, офигенный, здоровский. И, наверное, мне не хватало этого внимания в детстве, в жизни от своих родных и близких. И здесь я получаю его с избытком, как душ принять. Ты рассказываешь что-то искренне от сердца, а люди тебя за это благодарят. Еще и деньги скидывают. Говорят, спасибо, Володь, большое. Мне приятно. Дальше. Зачем я это делаю? Зачем я делюсь? Есть ли у меня цель изменить этот мир своими словами, спасти? И, возможно, когда-то была такая заковырка в голове, что нужно спасать мир. Сейчас в моем понимании с миром все в порядке. Но, когда я разговариваю, я высказываю свои мысли, свои вибрации, свои состояния, в которых нахожусь. И другие люди, которые это слышат, и им приятно, они прилипляются ко мне. И нам вместе просто хорошо проводить время. Нам приятно, но чтобы мы услышали друг друга, надо, чтобы кто-то начал говорить. Кто-то начал подсвечивать то, о чем думает. Не для того, чтобы спасти, чтобы объяснить, чтобы трансформировать. Нет. Я говорю, чтобы в темноте фонариком посветить, чтобы сказать, я здесь. Многие люди являются черной точкой на черной стене. Их не видно. Или вот зеленая точка на зеленой стене. Не видно. И надо, чтобы кто-то подсветил фонариком и сказал вслух. Я здесь. Я говорю. Я думаю так. На своем канале, во всех своих видео, во всех своих статьях я делюсь своей точкой зрения. Страшно ли делиться своей точкой зрения, чтобы не пришли люди, сказали, король голый, обманщик, лжец? Страшно. Было страшно. Сейчас нет. Возможно, и сейчас страшно, если твое видео появится в каких-то ютуб-каналах, где будут там разоблачения устраивать. Так он мошенник, он обманщик. И в какой-то момент я могу испугаться. А-а-а, испугался. Но только на секундочку. Испугался, посмотрел, улыбнулся и понял. О, прикольно, меня это цепляет. А что цепляет? Где правда? Я знаю некоторые ключевые моменты, что людям нет дела ни до кого. Они помнят о чуде всего три дня. Потом забывают. Даже если кого-то они высмеивают все вместе хором. Но по большому счету, что тому человеку, если он твердо стоит на своих ногах, на убеждениях, на своей вере, на своих мыслях? Что толку, что про него говорят какие-то гадости? Кто-то тявкает. Мне очень нравится на Патриках в Москве, на Патриарших прудах, там есть эти иллюстрации металлические из басен, где моська и слон. Слон идет, а моська тявкает. Слон даже внимания на нее не обращает. Тявкают? Ну пускай тявкают. Кто я? Какая моя жизнь? Я буду обращать сейчас внимание на мнение других людей? Я делаю это всю свою жизнь. Сейчас не хочу. И все равно продолжаю обращать внимание на мнение других людей. И это меня цепляет. Но спасибо тебе за комментарий, который ты оставил. Я благодарю тебя искренне, потому что ты высказал мнение других людей, которые думаю так же. Пожалуйста, если тебе не близко, не близко мое видение, мое мнение, мои мысли, отписывайся от канала спокойно. Каждый день отписываются порядка 50 человек, подписываются там 200, 300, 500 человек. Отписываются, подписываются. В этом нет ничего плохого. Люди пришли, что-то им понравилось в одном видео, они такие, вау, классно. А дальше начинают смотреть и такие, фу, что-то такое, нам это не интересно, не близко. Отписываются. В этом нет ничего плохого. Не нравится? Отписывайся. С любовью, с радостью. Возможно, сейчас не время, зато пройдет пару лет, может быть, лет 5, и ты такой, подожди, 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 это же Владимир, я, по-моему, видел его YouTube-канал, а ну-ка поищу его. У кого-то увидишь какие-то мысли, которые будут тебе близки, и потом вернешься, найдешь меня, возможно, я буду продолжать рассказывать какие-то свои мысли, делиться своими идеями. И мы с тобой даже будем близкими друзьями, возможно, возможно, нет. Если будешь гадости говорить, превращу тебя в жабу. Это шутка была про жабу. Я уже много раз это слышу, и каждый раз я знаю, что нет никакой объективной реальности. Теперь уже и квантовая физика это подтверждает. Но иллюзия настолько реальна, сознание сопротивляется этой мысли, никак не может принять. Дорогой ли, дорогая, у меня абсолютно так же психика сопротивляется. Я так же живу в этом мире, сталкиваюсь с проблемами, огорчаюсь, когда пытаюсь что-то решить, у меня не получается. Я нахожусь в страхах, когда что-то происходит, и я не знаю, как быть, что делать, что будет дальше. Я погружен в эту жизнь максимально. Жить жизнь, жить эту жизнь. И в моментах тоже сталкиваюсь со своими сомнениями, страхами, переживаниями. Так же, как и ты. Все точно так же. Так, длинный комментарий. Ну, давай, прочитаю его. Он меня улыбнул, я хотел бы об этом сказать. Скажу честно, неоднократно была мысль отписаться, но каждый раз в какие-то моменты слышу слова, которые цепляют и говорят моему сознанию. Погоди, не отписывайся. Есть рациональные зерна в этих порой странных речах. Если, ну, сейчас я вот закончу, я еще не прочитал до конца. Просто на первую часть хочу ответить. Если есть желание отписаться, отписывайтесь. Представляешь, какое счастье делает то, что хочется. Не надо себя мучить, не надо себя заставлять. Если раздражаю, если напрягаю, если какую-то ерунду говорю. Зачем мучиться? Я для себя в жизни выбрал никогда не делать то, что не хочу. И если мне что-то не хочется, я просто отписываюсь. Отписываюсь. Так просто кнопочку нажать и отписаться. Мне от того, что отпишетесь или не отпишетесь, ни холодно, ни жарко. Наоборот. Наоборот, когда люди отписываются, это очень крутой эффект. Пускай останется тысячу человек. Тысячу, не сто тысяч. Тысяча пускай останется. Но с теми, с кем нам по кайфу время проводить вместе. Встретиться на Кавказе, в Донбай поехать вместе. Попутешествовать вместе. Провести время. Поработать. Хочется эфиры проводить на тысячу человек. Да нет. Хочется эфиры проводить на 20 человек. Нам там уютно, приятно, удобно. Намного удобнее, чем в большой толпе. Поэтому, если хочется отписываться, если информация не близка, если другие вибрации у меня, в отличие от ваших вибраций, в которых сейчас вы находитесь, терпеть не нужно. Нужно просто отписаться. Это несложно. Читаю дальше комментарии. Так что, пока я подписанно, иду дальше с вами. Да, это так. Если меня не станет и мира не станет. То есть, мир уйдет с того угла, через который я смотрю. Останутся другие углы зрения. Но в тех углах мир другой. В моем угле зрения он третий. Поэтому, очень соглашусь. Еще задели слова, что моя задача сделать себя счастливой. Ну, давай я отвечу сейчас на эту часть тоже, комментарии. Мне это тоже интересно. Если меня не станет, мира не станет. Всех людей не станет. С кем я сейчас пытаюсь бороться? С кем? Самим собой. Никого не станет, если меня не станет. С кем бороться? А еще задели слова, что моя задача сделать себя счастливой в первую очередь. А мы реально стараемся угодить всем вокруг. Но если приходят мысли делать так, как мне нравится, то внутри говорят стереотипы. Типа, нельзя быть эгоистом. Нельзя жить просто для себя. И так далее и тому подобное. Благодарю вас за эти зерна истины. Под этим видео несколько человек, кстати, написали, что это про эгоизм. Про эгоизм. Это видео про объективную реальность. Что такими мыслями ты становишься эгоистом. Господи, да путь ты тысячу раз эгоистом. Любовь познать ты можешь только через себя. Не признавал всю жизнь себя как эгоиста, признай. Живи ради себя. Как только ты раскроешь себе любовь к самому себе и жить ради себя, в моменте ты познаешь любовь. Потому что жизнь это любовь. И первый шаг это эгоизм. А второй шаг это обнять весь мир. Я радуюсь, когда люди раскрывают себе эгоизм. Я этому радуюсь. Если плохие последствия у эгоизма, одиночество, конечно, есть. Конечно, есть. Но человек может полюбить другого, только если он научится любить себя. Про эгоизм надо записать видео, свои мысли порассуждать. Есть сильные и слабые стороны эгоизма. Чтобы стать сильным, нужно раскрыть в себе понятия сильных и слабых сторон. Эгоизм нужно использовать для себя. Владимир, здравствуйте. Смотрю ваши видео. Я благодарю вас за то, что вы общаетесь с нами. Но хочу рассказать вам... О, круто, круто, офигенно. Внимательно слушайте. Еще раз. Владимир, здравствуйте. Смотрю ваши видео. Я благодарю вас за то, что вы общаетесь с нами. Но хочу рассказать вам кое-что. Вот в данный момент я сижу в своем саду. И мой сынишка, 4 годика, играет. И я просто решила спросить у него, а где находится душа? Может показать? Так он мне показал на солнечное сплетение и там, где еще шишковидная железа. Наша, якобы в двух местах. И следующий вопрос решила задать ему. А где находится Бог? Так он четко и ясно сказал, внутри нас. Я вот и сейчас сижу и в шоке от своего сына. И вообще в растерянности от его разговора и фраз абсолютно как будто взрослого человека. Как-то так. Просто решила с вами и со всеми поделиться. Всем добра. Прикинь, как круто. Я убежден в том, что дети живут с Богом, знают Бога, находятся в потоке. Мы об этом забываем. Ты говоришь, общается как взрослый. Нет, не как взрослый. Он общается как божественное существо. Как ребенок, искренне верующий, чувствующий, понимающий. Нам бы у него учиться, а не юбки и штаны носить и гордо называть себя взрослыми. Детки знают больше, чем мы. Спрашивайте у деток, как они думают. Но не для оценок их знаний, а для состояния. Дорогой, как ты думаешь? Пускай говорит. Добрый вечер, Владимир. Ваши рассуждения о параллельных жизнях натолкнули на вопрос о так называемых прошлых жизнях. И прошлое ли это жизни в таком случае? Да, прошлых жизней было огромное количество, множество. Но есть еще понимание, что есть перепрожить жизнь еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Есть очень много разных пониманий в параллельных реальностях, в Боге, в осознании. Не все так линейно, как мы можем себе сейчас нашим мозгом представить, понять, почувствовать. Есть много разных версий. И в моей голове есть понимание, что у Бога все намного шире и глубже, чем мы себе своим логическим умом пытаемся представить. Сейчас я понимаю, что есть прошлые жизни, и я прожил на этой земле огромное бесконечное количество, ну, наверное, конечное количество жизней. Но тут еще возникают вопросы, а сколько раз я проживал каждую жизнь, пытаясь раскрыть в себе состояние и понимание? Тоже вопрос. Так, мой пастор не разрешил учиться категорически, так обидно было, три раза повторялось. А рекомендация пастора была важна для поступления. В третий раз меня приглашал ректор семинарии, а пастор говорит, нет, я начал думать, а почему. Спустя несколько лет и множество событий понял, если бы связал свою жизнь с религией, не узнал бы того, что теперь меняет мою жизнь, и не нашел бы тебя. Спасибо. Петр Сагайдак. Дорогой братик, рад твоему осознанию и нашей встрече. Спасибо. Пока не знакомы, но уверен, обязательно познакомимся. Слушайте, там еще много комментариев, а мне уже пора уходить. Такое ощущение, что это давно забытые знания, а ты об этом сейчас напомнил. Вот ощущение точно такое же, что это давно забытое знание, а я сейчас каким-то образом это вспоминаю. Ну давайте еще один комментарий и буду выключать. Мне греет душу, что я где-то здоровый, и рядом со мной красивый здоровый муж, и мы счастливы. Хотя мы сейчас больные и немощные, радуемся жизни и тому, что вместе. Спасибо, родной, за то, что учишь радоваться мелочам жизни. И больше всего мне нравится, что не чувствую в тебе гордыню, что и с такими простыми людьми, как я, ты свой родной. Ну, во-первых, про гордыню и про свой родной. Я абсолютно такой же обыкновенный, простой человек из наших. Я думаю, что Иисус, Он был вообще простой человек, очень простой. Это люди любят подымать, создавать идолов, создавать гуру на ровном месте. Самое классное в этом плане, это рассказ Баха про Чайку, Чайка Лингвенстон, который просто жил, любил, кайфовал, был счастлив. А из него религию сделали. А он же не про религию, про жизнь, про обычную жизнь. Болеть не обязательно, умирать в болезнях не обязательно. Я считаю, что люди осознанные должны выздоравливать, жить в радости, благодарности и умирать счастливыми, здоровыми людьми. Но если их выбор болеть, я принимаю их с их выбором. Если вы хотите болеть, болейте. Но я за то, что у каждого человека должна быть возможность быть здоровым, не умирать. Исцеление и болезнь находятся в голове, в уме. Я хотел бы познать глубину этих осознаний еще больше для того, чтобы рассказать их вам. Чтобы вы, как и мои родители, могли услышать, понять, заметить себя, свое тело и восстановить его. Я считаю, что живой источник воды, которую выпьешь и исцелишься, находится в солнечном сплетении каждого человека. В солнечном сплетении и в осознании у каждого человека, в силе воображения. Я учусь этим техникам, методам. Я учусь понимать себя, замечать себя. И рассказываю вам, чтобы вместе с вами мы могли поверить, рассказать друг другу истории, исцеления, чудес, примеры, классные примеры. Для того, чтобы нам всем, да, наверное, не нам всем, наверное, чтобы мне самому радоваться больше в здоровом теле. На этом все. Увидимся в ближайшее время. Буду записывать вот такие вот общения, ответы на комментарии почаще. Обнимаю, люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok